Приветствую, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Коз. У меня для вас отличные новости. Наконец-то вышел Фордж. Уже сколько? Три месяца прошло, как он не уходил на Майнкрафт 1.8. Итак, давайте сразу приступим к делу. Открываем браузер, заходим на сайт nminecraft.net. Именно на нем есть прямая ссылка без всяких адфлаев и летит битов каких-нибудь. Давайте тут найдем Фордж и его скачаем. Так, опускаемся в самые ни странички. И вот тут вот для Майнкрафта 1.8 выбираем установщик Джава. Почему Джава? Ну, все просто. Он идет абсолютно на всех платформах, на Линуксе, на Маке, на Виндусе. Это удобно в конце-то концов. Ну, я уже все это хозяйство установила. Вы могли видеть это на рабочем столе. И чтобы установить Фордж, нам нужно запустить Майнкрафт. Ну, лаунчер я, в принципе, уже подготовился и тоже запустил. Запускаем Майнкрафт 1.8. Не пропускайте этот шаг. Обязательно нужно запустить Майнкрафт, на который устанавливается Фордж. Без этого он вам выдаст ошибку. Итак, давайте запустим. Так, Майнкрафт у нас запустился. Все отлично. Выходим из игры, больше нам от него ничего не надо. Так, теперь запускаем установщик Форджа. Нас приветствует красивый логотип и обновленное окошко. Тут убираем install client, установить клиент. То есть, Фордж у нас установится вот на этот самый клиент Майнкрафта. А чуть ниже, строчки чуть ниже, у нас указывается директория установки корневой папки Майнкрафта. То есть, где находится, можно сказать, сердце Майнкрафта. Где там все сохранения. Но как его узнать? Она может гореть красненьким и будет тоже выдавать ошибку. А все достаточно просто. Заходим снова в лаунчер. И здесь нажимаем edit profile. На любой абсолютно профиль тыкаем. И вот здесь вот в геймдиректории будет указана директория расположения вашего Майнкрафта. Ну, тут галочку не обязательно ставить. После этого, в принципе, мы все можем закрыть. Если у вас тут все правильно указано, то эту строчку оставляем, не трогаем. Если у вас после нажатия окей горит красненьким, значит, надо поменять директорию, которая написана именно в Фордже. Ну так, тем временем у нас уже Фордж установился. Это произошло моментально практически. И, как вы могли заметить, в Майнкрафте у нас должен появиться Фордж, версия Форджа. Но ее почему-то нет. Отлично. У нас появился профиль Фордж мод лоадер. Мы его можем изменить. Лично я, например, поставлю размер занимаемой памяти оперативный. Ну, например, 6 гигабайт, чтобы моды все нормально работали. И можем, например, изменить название. Ну, как у меня обычно указывается. Фордж. Фордж. Вот. 1.8. Почему бы и нет? Ну, все. Давайте нажимаем сохранить профиль. И теперь нам нужно его запустить, чтобы Фордж у нас создал все там необходимые папочки, файлики. И он смог потом нормально функционировать. В нижнем левом углу у нас уже появилась надпись Фордж. Но у нас нет модов. Ну, как бы на это не обращайте внимания. Просто у меня в корневой папке уже валяется Optifine. Чтобы нам установить эти моды, нам нужно пройти в корневую папку системы. Мы с ней уже сталкивались, где установщики Форджа писали директорию. Это она и есть. Чтобы ее найти, нам нужно на английском языке в панели пуск, в поиске написать процент, appdata, процент. Все. Нажимаем, нажимаем Enter. И все у нас отлично. Так, заходим в точку Minecraft. И тут у нас создалась папка mods. На эти папки не обращайте внимания. Это я их уже создал для удобства. Если у вас тоже много версий с Форджем, то, по-моему, отличное решение хранить все моды и просто не путаться в них. Вот. Лично я зайду в папку 1.8, где уже валяется Optifine. Ну, а чтобы установить другой любой мод, мы его точно так же перекидываем в эту папку. Давайте переместим с заменой. Вот и все. Все просто. И Optifine мы установили. Теперь можем снова запустить наш Майнкрафт замечательный, пиксельный. И в него поиграть с Optifine. Барабанная дробь. Заходим в мир. Ииии. 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 Я уже устал говорить и. Ну что, курочка у нас зумом? Да, курочка у нас зумом. У нас крупная курочка. Все просто замечательно. Давайте проверим мой плащ. Он работает только с Optifine. Все отлично показывается. Ну и на этом. Это видео подходит к логическому завершению. Если я вам помог, дорогие друзья, то ставьте палец вверх. Подпишитесь, если вы не та курочка. И все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...